И музыкантов, и театральных деятелей, киношников, в меньшей степени писателей, поскольку на написание романов сколько денег не требуется. Но тем не менее, все они в огромной степени зависят от государства. Зависят, в первую очередь, экономически. И это точно та же самая история, которая была в Советском Союзе. То есть, при том, что сейчас у нас есть, а, рынок или какое-то его подобие, б, как бы нет цензуры, хотя на деле имеются скрытые механизмы и рычаги, но при этом взаимоотношения творческой элиты и власти остались точно такие же, как при Совке. Я об этом не говорю со знанием дела, поскольку мне 56 лет, вот, стукнуло два дня назад. И большую часть своей жизни, все-таки, я прожил в стране под названием СССР и знаю, как там это было. Вот. И воевал я там, кстати говоря, не столько с кровавой гогней, сколько вот с Союзом Композиторов, Министерством Культуры, отделом культуры ЦК КПСС, всякими комсомольскими, там, этими, значит, опять же, культурными инстанциями и так далее. Я прекрасно знаю, как это было устроено там. То есть, там государство держало всю культурную элиту на максимально коротком поводке при помощи двух инструментов. Инструмент первый — это привилегии, элемент второй — это деньги. Сейчас не изменилось практически ничего, только я бы сказал, что, все-таки, во-первых, теперь это деньги, а во-вторых, уже привилегии. И это, конечно, очень и очень подло. И я считаю, что покуда такая ситуация у нас будет сохраняться, в общем-то, никакого на самом деле мощного, конкурентоспособного, творчества, искусства и культуры, которыми можно было бы гордиться и предъявлять и так далее, вот, у нас не будет, потому что все это у нас, за исключением, опять же, отдельных инстургентов, значит, все это у нас на полусогнутость, или даже на три четверти согнутость, и опять же, там, на полушишечки. Это все очень и очень скучно. Есть, правда, как я уже сказал, определенные надежды и перспективы, потому что, если посмотреть, что у нас было несколько лет тому назад, то было еще гораздо хуже. Сейчас стало намного живее, слава богу, есть и такие гражданские форумы, есть и какие-то интересные фестивали, вот, скажем, пилорама под фермию в бывшем Булаговском заведении. Проходят какие-то, ну, вот, скажем, вот, был концерт в мою поддержку, и как его сурковцы не прессовали, молодцы ребята, вот, хозяева клуба «Хлеб», они выдержали этот встречен, супер молодцы журналисты, которые просто встали стеной вокруг этого концерта, и в день концерта, значит, сказали, что концерт будет и так далее. И, в общем-то, власть просто, ну, они технически даже, я бы сказал, испугались. Они решили, что если все дело прикроют, отберег, ну, там пришло где-то тысяча-две человек, к сожалению, далеко не все смогли вовнутрь проникнуть. Соберутся эти самые тысячи, и что будет, и будет какая-то буза, и там, и тут же всплывают какие-то призраки, там, манежная площадь, то есть все и так далее. В общем, короче говоря, короче говоря, какие-то отличные изменения происходят, надо просто, чтобы они происходили и дальше. И очень важно, конечно, чтобы в этом участвовали и творческие люди, и публичные люди, а не только, скажем, такой, знаете, usual suspects, да, то есть обычный список подозреваемых. Шепчук, там, Чирикова, арт-группа «Война», Миша Барзыкин, Алексей Навальный. Надо на самом деле... Да, вот сейчас вот, слава богу, отлично. Я ужасно рад, что Леня Парфенов, талантливейший человек, бесспорно телевизионщик номер один в нашей стране на протяжении последних 20 лет. Вот он вот тоже, в общем-то, занял такую вполне определенную, смелую и независимую позицию, вот, за что просто ему низкий поклон. Это человек, который меня познакомил в свое время с Александром Башлачевым, что вообще до некоторых сетей просто изменило мою жизнь. Вот, так что я ужасно рад, что Ленинка тоже оказался большим молодцом. Вот, в общем, надо, конечно, надо не бояться, вот что. Надо не бояться, потому что люди честные, совестливые, с искренними убеждениями, они априори, они по определению сильнее людей корыстных, циничных, людей, у которых нет веры, нет убеждений, потому что то, что делаешь по велению сердца, это гораздо более сильная мотивация, чем то, что люди делают, скажем, для того, чтобы положить в карман там какую-то лишнюю пачку. Вот, поэтому сила и моральное превосходство несомненно на нашей стороне. И спасибо вам всем большое. Я закончил торжественную часть. Если надо, то помогу ответить на пару вопросов. Ура! Огромное спасибо Артему Екеновичу за замечательное, гражданское высказание, исполненное, да, для этого высокопарно-местного гражданского фаса, все такое очень правильно. А сейчас давайте вопросы по прежней, вчерашней сфере. То есть, я, поднимаем руки, представляемся, и, возможно, очень коротко сдаем четкий вопрос. Да, вот, да, вот вы его. Я уже дотелился. Из-под дождя, пожалуйста. Добрый день. Микрофон! Там же много народа, и что нет у нас там? Подходите сюда. Подходите сюда. Я не знаю, как у вас положено. Да, вот. Микрофон, говори, Владимир. Вот это Петя. Кстати, зарп-группа «Война» как раз. Добрый день. Я Сергей. Вопрос. Приятно. Вам удалось услышать вот этот знаменитый диск с песенами на слова Суркова, который никто не слышит? Да, да. Я слышал один из двух дисков. Значит, он назывался «Полуострова». Вышел где-то в конце 90-х годов. То есть... А, нет. Или в начале... Нет, конечно, не в конце 90-х. Нет, он вышел где-то в середине нулевых. «Полуострова-1». Значит, мне принесли этот диск коллеги с американского телевизора. То ли с американского, то ли с BBC. И они, значит, попросили меня комментария, значит, как музыкального критика. Вот как вам вот диск вот этого самого новообразовавшегося поэта-песенника Суркова? Во-первых, надо сказать, что Сурков там сам не поет. Вот. То есть для того, чтобы самому петь, в общем, надо тоже иметь определенную смелость. Я, скажем, пою ужасно, но время от времени это делаю. Просто, ну, это мне в кайф просто. Фан такой чистый. Нет, там поет как раз вот Вадим Самойлов, его же музыка, аранжировки и так далее. А у Суркова там тексты. Вот. Но я их не особо хорошо помню. Но я могу сказать, что вообще это похоже довольно-таки на группу Агата Кристи. То есть все такое мрачное такое, какой-то мрачный такой идет, глум такой. И тексты Суркова, они, в принципе, по идее, я бы сказал, ну, по крайней мере, парочку я там помню, они очень самокритичны. Вот. То есть поет он там о том вообще, как все ужасно и какая кругом ложь и фальши, и лицемерия, и вот все такое прочее. То есть похоже на такой усугубленный вариант машины времени 70-х годов. Цитаты, цитаты. Я не помню, какие цитаты, ребята. Я вам лучше Амара Хаяма бы процитировал, настоящего поэта. Пожалуйста. Может быть, может быть. То есть я с Сурковым вообще не знаком. Его мотивации мне непонятна. Его личность для меня, ну, во-первых, особого интереса не представляет. А во-вторых, тоже представляет довольно мутно. Боже мой. Значит, поэтому для чего он это сделал, я не знаю. Но раз он это хотел сделать, значит, по-видимому, что-то такое все-таки там у него клокочет. Может быть, это компенсация, знаете, вот как бывает. Вот есть такие клерки, кстати, огромное количество, которые сидят там, какие-то деньги пересчитывают, потом вышли из своего банка и, значит, домой вышли из машинки какой-нибудь там, значит, опять же, клерковской, надели черную кожу, сели на Харлей, значит, купленные на деньги, значит, заработанные непосильным корпоративным трудом, да, и поехали на Ленинские горы там рассекать на этом самом Харлее. Вот такие они крутые, там и ветер в лицо, и все, и забыл на несколько часов про свою убогую работу, да. Вот, может быть, у Шуркова примерно то же самое вот с этими альбомами. Я не знаю. Привет. У меня хороший дикт. Очень, что хочется добавить в ответ, в дополнение к комментарии Артемии, что Павел Владимирович года два назад издал здесь очень любопытный роман под названием «Около ноля». Роман был подписан, знаете, здесь, да, роман был подписан именем... А, роман «Около ноля» был подписан именем Натана Даговицкого, Даговицкого, да, на этой... Даговицкого, как бы фамилия жены, как-то... Да, но вообще никого не осталось сомнений, что действительно... И этот роман, он еще более преисполнен такого упаднического папуса, что, как бы, все плохо, я говно, ничего не получается, жизнь мне не удалась, все рушится, все ужасно. То есть, и после этого, собственно, такие подозрения были и раньше, и после «Виска Агаты Кристи», и после романа у многих прогрессивных людей появилось четкое убеждение, что Владислав Юрьевич просто такой тайный декадент, должен быть, привет гнилого декаданца, да, то есть он существует там где-то в дырках администрации, ему доверяет Путин, и при этом он творит, он творит, ну, наверное, не самый глупый человек в стране, но, тем не менее, он делает... Я думаю, я думаю, что Петя абсолютно не прав, значит, что там думают прогрессивные люди, я не знаю. Это называется другим словом. То есть есть слово «вы декаданца», есть слово «мазохизм», да, есть такое извращение под названием «мазохизм», то есть когда человеку нравится страдать, да, причем не по-достоевскому страдать, а страдать скорее каким-то таким вот сексуальным каким-то выбертом, вот, на мой взгляд, это больше похоже на это, вот, то есть вот как вот можно, как бы, с одной стороны все это делать, а с другой стороны все это ненавидеть, и, ну, ну, не знаю, я считаю, что человек, любой человек должен заниматься любимым делом, и Владиславу Юрьевичу я хотел бы пожелать там какой-нибудь праздник, день рождения и так далее, заняться любимым делом, тихо, спокойно. Я полностью с вами согласен по поводу оценки музыкантов, которые сегодня за бабло играют на поддержку политиков. Но в 96-м году была борьба между большим злом и наименьшим. Я не согласен. Я не закончил вопрос, простите. Ай, да, давайте. Простите, я не закончил вопрос. Так вот, не кажется ли вам, что те, кто в пользу для своего кармана играли на Ельцина, значит, боролись против большого зла? Те, кто не хотели в эту игру играть, что те, что пускай большое зло в лице Джиганова придет? Вопрос распадается на два. Во-первых, должны ли люди вообще ради денег идти на какие-то подлые неискренние поступки? Я считаю, нет. Вопрос второй же чисто политический. Ельцин или Джиганов? Значит, мы знаем, к чему привело то, что Ельцин победил на выборах 96-го года. Оно привело вот к тому, что мы тут дремимся у этого костра. Значит, что произошло бы, если бы победил Джиганов, я не знаю. И я абсолютно не исключаю того, что на самом деле ситуация сложилась бы каким-то более интересным, но более вариативным, динамичным и прочим образом. И тем более, что я никогда, никогда не был антикоммунистом. А, это вот конкурс Евровидения. Хороший вопрос, хороший вопрос. Я думаю, в Рязани есть артист получше. В своё время в связи с массовой информацией произвела очень широкую популярность комментарий Артемия Троицкого на творчество Димы Билана, когда он выступал на Евровидении. Это вот стало с опытным субпом, до сих пор вспоминает, как вы его присынули. Заслужили. Юрий из Питера. А вот вы, ты что-то с нашей питерской пиры, Елена Ваенга. Не слышно. Как я отношусь к Елене Ваенге. Да, во-первых, я только что приехал из Питера, с Санкт-Петербургского экономического форума, так что привет вам от... Привет от форумчан. От одного форума к другому. И я в качестве этого самого мастика. Значит, Елена Ваенга на самом деле, она такая милая женщина. Вот я не очень понимаю, почему её называют шансоном. По-моему, она такая певица, типа, скорее, Алла Пугачёва. Если она имеет отношение к шансону, он ближе к французскому, чем к русскому. Вот она хорошо поёт, искренняя женщина. Это вообще как бы... Это вообще, ну, как бы это не та музыка, которая нравится мне. Потому что я сам не женщина, мне вот эти вот страдания такие бабские, не особо близкие, вот, но в отличие, в отличие от огромного большинства тех артистов, которые у нас как бы привечаются, скажем, федеральными телеканалами, я считаю, что Ваенга, в общем-то, одна из очень немногих, кто вообще похож на человека. Я думаю, молодёжи не понять вопроса, который я вам сейчас задам. Значит, во времена статей про Рагуистини-Птицы, как вам вообще удавалось публиковаться в те годы? Вы знаете что, я вообще парень гибкий. И мне всегда очень нравился душ Шарко. Вот и нашим, и вашим. Вот скажем, вчера на СПБ экономическом форуме, а сегодня на Антиселегере, да? Точно так же у меня всё происходило и в советское время. Я, с одной стороны, печатался в журналах, там, типа Орган, ЦКВЛ, КСМ, «Ровесник», да? Писал там статьи всякие про Лед Зепплин, Дип Арплесс и другие любимые группы президента Медведева, да? Значит, с другой стороны, печатал сам издать, устраивал подпольные концерты и так далее. Я вообще очень любил играть в кошки-мышки, вот и быть таким, как бы, микро-бэтменом, да? Микро-бэтменом. В моём мире. Как мне это удавалось, не знаю. Я думаю, в силу абсолютной беспечности и наивности. Я никогда в жизни не думал о последствиях, чего бы то ни было, вот, а просто интуитивно, интуитивно искал, где веселее. Вот и всё. Вот, собственно, и вся моя жизненная мотивация. Как получалось, не знаю. Кстати, у меня тоже тогда, в конце концов, в общем, надухарился я до того, что, когда в 83-м году при Андропове меня уволили с работы, там всякие опыски были, всё ещё. А, и запретили. Я два года вообще не печатал с 83-го по 85-й. Я был под полным запретом. Но опять же, очень интересно, что в это же самое время, с 83-го по 86-й год, я в соседней Латвии на латвийском государственном телевидении вёл телепередачу. То есть в Москве просто был такой абсолютный президент, в чём советский, в погруче, чем сейчас. Вот, а в Латвии я был телезвездой. Так что СССР была страна парадоксов, конечно. Вопрос немножко вот по поводу политической гитленности, о которой вы говорили. Как вы оцениваете, как профессионал в некоторых рейтингах, в том числе музыкальных, гипотетическую такую сроку, если бы она могла быть создана, например, Фёдоров, Навальный и Шевчук. Вот сколько бы она завоевала в нашей стране на выбор? Я только не знаю, кто такой Фёдоров. Ну, это миллиардер. Это не Прохоров. Нет, не Прохоров. Всё, да. Это Прохоров. А, Прохоров. Прохоров, Навальный и... А, ну, Прохоров. Всё, всё. Вы знаете что? Значит, Прохорову я впервые встретил вчера на эконом-форуме. Да-да-да. Там был такой Йо-мобильный, типа, Хургончик. Вот. И Прохоров, значит, мы с ним так вот на встречных курсах как-то шли, и он меня увидел, ко мне подошёл, пожал руку, сказал, Артемий, мы с вами. То есть, конечно, мы с вами. Вот. Других контактов с Михаилом Прохоровым у меня не было, я его не знаю по-человечески. То есть, в принципе, вот вся эта история, она не только политическая, она и человеческая тоже. То есть, я считаю, что если делать честную политику, то это должно быть и честно с точки зрения мотивации, а не просто вот я, почему я ненавижу политику, и вот я не примыкаю ни к каким партиям и так далее. В принципе, я считаю, что быть честным политиком примерно то же самое, что быть искренним дипломатом, да. То есть, это оксюморон, это невозможно. К сожалению, это правило до сих пор. Если это будет каким-то образом изменено, вот тогда другое дело. Я помню одного единственного честного политика, вот на моей памяти, это Вацлав Гавил, да, который был честным парнем, всегда, настоящим диссидентом, творческим человеком и так далее. на волнах народного гнева бархатной революции стал президентом Чехословакии и потом Чехии, да. Редкий, редкий пример, когда нормальный, честный человек стал большим политиком. Это не то, а... Гайдар. Гайдар, терпеть не могу. Значит, короче говоря, вот эти вот ребята, ну, я тебе с большим трудом представляю Шевчука в одной компании с Прохором. Навального, кстати, я вообще не знаю, даже не знаю, как он выглядит, то есть, я видел фотки в интернете, встретил бы... Он наш поклонник. Встретил бы на улице, да. Не догадался бы даже там с ним что-нибудь распилить по 50 грамм. Значит, я думаю, что, в принципе, любые тройки возможны, как в хоккее, да. Важно, важно только, чтобы там была какая-то не только такая вот политическая, махинаторская, но и какая-то искренняя человеческая химия, да. То есть, вот если они действительно, если действительно окажется вдруг, что у Прохорова с Шевчуком что-то такое совпадает на каком-то серьезном, глубоком уровне, я считаю, что все в порядке, вообще никаких проблем нет. А Навального премьер-министром. Готовы, готовы к конкурсу неделю. Неделю назад мы представили тоже такую стойку. мы выдвинули такой тезис, что когда на Селегере Медведев, Сурков и Якименко, то на анти-Селегере Троицкий, Навальный и Чирикова. Это вот такой вот наша такая топ-тойка. Прохор с Женей не входит с него. Навальный, Троицкий и Чирикова. Ну, пусть Прухоров сюда приедет, я думаю, заодно испытает ее мобиль вот на этой дороге. На дворской дороге нет. Под экскаватором, под экскаватором. Да, пожалуйста. Вы знаете, Значит, Борис Гребенщиков, насколько мне известно, вот в тот же день 10 июня, когда у меня был концерт, ну, то есть, не у меня, я там, правда, тоже вот с Женей мы спели песенку там. Да, вот, все девчонки парами, только я одна. Вот, а у Бори Гребенщикова в этот же день был концерт, по-моему, в Кропу в Сити Холл. Насколько мне известно, он там выставился в мою поддержку. Мы общаемся с ним мало, просто потому, что, ну, у нас немного разные жизненные интересы. Вот, он человек богоискательский, к власти относится в принципе лояльно, поскольку считаю, что она типа от Бога. Вот, я здесь во зрении не разделяю. Вот, будучи человеком а, нерелигиозным, б, значит, относящимся к власти абсолютно непочтительно. Вот, но, тем не менее, Борь талантливый человек, Андрей Микаревич тоже талантливый человек. Вот, и тот, и другой, мои, в общем, в прошлом близкие друзья. Микаревич, надо сказать, что вот за все то время, что, ну, вы знаете там, что вокруг меня сейчас происходит, мне позвонили очень многие люди, в том числе куча всяких людей из-за границы, в том числе и известных. Вот, и там люди прошли какие-то статьи про мои пистяжбы английских газетах, мы позвонили всякие имена, не буду называть их, не скромно. Андрей Макаревич мне не позвонил ни разу за все это время. Я ему, я ему тоже, естественно, не звонил, потому что я не считаю, то есть, я вообще за все это время я ни разу никому не звонил, никому не жаловался, и ни у кого не просил поддержки. Ни разу, ни у кого. Хотя теоретически можно. что это не мое дело. Значит, Вась Шумов организовал концерт, мою поддержку, опять же, это было не по моей инициативе, он меня подставил перед фактом. Вот, единственное, о чем он меня спросил, это приду ли я сам на этот концерт. Я так оказал, да, в большинстве удовольствия. вот, то, что Макаревич не позвонил, это его дело. Я не собираюсь этому давать какой-то оценку, могу просто сказать. Горьбинщиков, я говорю, вот у него был концерт в этот же день, и он сказал о том, значит, вот, я не знаю, что он сказал, но он вышел с моей поддержкой. Я так понимаю, что эти дела, которые были на вас глядены, они были достаточно неожиданными, поэтому я хочу как-то слово рассказать. Вот, если бы снова вы вернулись обратно во времени, и у вас была бы возможность вести себя как-то по-другому, да, я не могу говорить. Проще говоря, я в карман засунул, сделали бы... Сделали бы... Сделали бы... Сделали бы вы то же самое, что вы сделали, и в частности, назвали бы вы все-таки вы Самойловым снова кремлевским пуделем, или стали бы исекать новые выражения? или... Прошу говоря, посчитательный доступ к форме, Самой пуделем готов быть или дальше вот так не будет? снижение снять сняв каян отжим сняв в мае сняв каян каян сняв я не нахожу абсолютно ничего криминального в своих высказываниях ни в адрес Самойлова, ни в адрес этих заишников, ни в адрес Киселева. Все, что я сказал, это абсолютно спокойное, в меру ироничное, 100% цензурное по форме мои суждения. Поэтому, если бы я сейчас сказал, что нет, я бы, конечно, как герой рассказа Гайдара Самого Старшего «Голубая чашка» все бы сделала по-другому, назвала бы его не худелем, а назвала бы его, скажем, ласковым котиком. Вот, при церковье. Это означало бы, что я признал то, что я действительно совершил некое уголовное гражданское наказуемое преступление. Это не так. Я абсолютно ни в чем не виноват, я не нарушал закона и не делал ничего такого, что вообще нормальному человеку пришло бы в голову, как основание для судебного иска. То есть, вся эта история, вы понимаете, что обидно? Если бы меня бы еще мотали по судам за дело, да? То есть, я бы как-то так круто выразился, там, еще матом, в общем, сказал бы так, как надо, да? Вот. Тогда, да, тогда приходилось бы действительно иметь дело, ну, с какими-то реальными аргументами, обвинениями и так далее. Здесь ничего этого нет, это все, это все притянуто за уши, сшито белыми нитками. И это понятно всем, это понятно даже судьям, которые сидят там и... Видно, что иногда вели сдерживаются, чтобы не рассмеяться, да, во время разговоров на поделинные темы, вот, или обсуждение, значит, того, насколько оскорбительным является слово «поганга». Значит, поэтому нет, я ни в чем не виноват. И доведись мне, прожить жизнь заново, я прожил бы ее точно так же. Я чувствую, что вопросов больше нет, да? Вопросов нет. Вот, как только дождик припустил, тут-то вы меня из палатки ее гоняет. Живей Живей, это просто интересно, ваша оценка, вот, что это дефон вы рассказывали по предвыборной, гигантские деньги артистам, музыкантам, вот. Как вы оцените этих людей, которые там голосуются проиграть, потому что они участвовали в этих бандитских компаниях, ну, на мой взгляд, они бандитские, а кто это, заложники, которые деваться некуда, они сказали, ну-ка, пас, иначе мы тебя вообще докроем, или люди без честных совести? В общем-то, верный ответ, на мой взгляд, это вариант номер два. Конечно, положено было бы дать четыре варианта. Дело в том, что никто этих людей ничего делать не заставлял, понимаете? Это еще можно, это еще можно действительно говорить о заложниках, скажем, там, о каких-то трагических историях, сталинских или даже брежневских времен, когда угрожали, там, вот, если ты этого не сделаешь, что, вот, там, с твоими детьми что-то будет, или там, еще что-то такое, таких историй много. Людей ставили иногда, действительно, как испанцы говорят, между ножом и стеной, да? И тогда кто-то шел до конца, кто-то проявлял малодушие. В результате, как правило, оказывалось, что те, кто проявлял малодушие, оказывались точно в том же положении, как все, кто шел до конца, только уходили гораздо менее красиво. Но здесь все было по-другому. Они могли отказаться совершенно спокойно. Они сами сознательно занимались подлым этим промыслом, исключительно ради денег и привилегий, привилегий и денег. Никаких других мотиваций тут нет и быть не может. Соответственно, люди без чести есть вы. То есть большинство наших звезд, люди без чести стоят, ты получаешь? А что, что они видишь? Да. По-моему, в новую тяпку, у меня... Все звезды, все звезды против Троицкого. Это примерно как этот NBA, да? Подпоскорбольный чемпионат. Все, капотачи Павла Балагангова. Спасибо. Роспроцессу, парень Плинта. Ну, а тебе, это Кирилл, меня? А, вот. А, вот, у ребенка вопрос. Да. Спасибо. Спасибо. Это я вам написал письмо, помните, на компьютере. Что-то не припоминаю. Конечно, было бы педагогично сказать, что я помню, но я честно скажу, я не помню. Я не помню. То есть, раз уж я даю честные ответы тут на все вопросы, то, в общем-то, даже готов слегка огорчить ребеночка. Ну, что я тут могу делать? Ну, не помню. Вопрос есть? Есть? Да. Почему не помню? Ага, это мама, наверное, подсказывает, что надо ручку пожать. Жму руку. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а я ваш. Еще вопросы, Данчевик. Семен Фролов, Артемий. Да, Семен Фролов, кстати, отличные, отличные песни и видеоклипы. Очень рекомендую петь вот с Семеном, вам надо познакомиться, потому что... Потому что это... Семен контактировал, да, это единственное. Артемий, вопрос такой, вам не кажется, если появится пара Евровидения, то талантом станет гораздо больше, если нам предоставлять Евровидения? Еще раз, я не... Если появится пара Евровидения, то есть для людей с ограниченными возможностями. Пара Евровидения, да. Понятно, пара Евровидения, но я считаю, что на самом деле вот ту Евровидения, которая сейчас есть, она есть для людей с ограниченными возможностями. А если бы появилось такое Евровидение, где там, условно говоря, Британию представляли бы, скажем, Франц Фердинанд, Ирландию Боно, Россию Шевчук, вот это было бы уже серьезно. Артемий, вопрос следующий. Средний этап, метод решения скорых на две страны, вы, следующий, откроем от этих скорыха, стараясь в городской улице, и все, что вы решили решить вопрос, с какого мы разговариваем, ну, с какого мы разговариваем, до последнего момента. Вопрос. Какую тему разговора вы выбрали бы с теми, кто сейчас против вашего ББДА? И смогли бы вы с такими разговорами? Ну, я не понял только, при чем тут бочка с порохом, но рано или поздно, то есть это как бы гендеровские шахматы, да, то есть всех одним маком удалить в доске. Нет, на самом деле с теми, с теми, кто против меня пошел этими самыми исками, мне разговаривать с ними абсолютно не о чем. Как люди, они мне не интересны. Потом я прекрасно понимаю, что они не более, не более чем, как бы, фигуры в некой игре, которая затеяна другими людьми и так далее. Кстати говоря, это лишний раз, как бы, демонстрирует и подчеркивает определенную степень дрессированности этих самых граждан, что они могли отказаться, потому что они на самом деле уже гораздо больше проиграли, чем выиграли. Даже если Самойлов, Мент и так далее получат там какие-то сотни тысяч миллионов, которые они, значит, хотят, это люди, репутация которых испорчена, причем ими сами, ими кукловодами, испорчена до конца жизни. Я думаю, что вряд ли, вряд ли, и лет через 5-10, а может и больше, благодарные потомки их забудут историю про Пузеля и будут как-то по-другому называть Вадима Самойлова. Зачем ему это нужно? По всей видимости, был приказ. Чего, кого? Мне там делать нечего. Мне там абсолютно нечего делать. Нет, бучка с форхом я не боюсь, я на ней всю жизнь сижу. Сергей Артемий, сейчас в интернете появился известный певец Игорь Раскиряев. Как же путь из-за него? Я знаю одну единственную песню Игоря Раскиряева, песня «Комбайнеры». Ну, душевная песня. Я, в принципе, поклонник любого искреннего творчества. А если творчество еще и не бездарное, так вообще очень хорошо. Игорь Раскиряев, я с ним познакомился. Кстати, Вася Аблонов меня с ним познакомил. Он очень простой, спокойный парень, который до тех пор даже не понимает, в какой стати вообще вокруг него пошел. Все эти, значит, бешеные круги. Да, поэтому, в общем, неглубоко я знаком с творчеством Игоря Раскиряева. Отношусь к нему, я не могу сказать, там, с особым восхищением, но абсолютно лояльно. Вот, кстати, Игорь Раскиряев, Ивасий Аблонов, Игорь Шевчук и еще очень много кто, Ивасий Шумов выступят в Петербурге 7 июля. Там будет вручение очередной премии «Степной Волк». У нас будет первый раз в Питер проходить, не в Москве. Вот, если кто тут есть, если вы любили революцию, вот, то 7 июля Клубка Смонавтов. В прошлом году на вручении премии «Степной Волк» в Москве столист известной группы «Патлабер Аутфин» Артемий Арсения Шумов-Смонавтов внезапно вышел на сцену во время выступления Сергея Шнурова, но, естественно, незнакомый, поэтому Шумов-Смонавтов не удивился, и начал, как бы, стро такой некий саунд-перформанс, которого Шнур достаточно обомлел. Он как бы под некий речитатив, не шли, наверное, не помните. Я... Это было в конце концерта. У меня тогда была жена беременная, и я ее успел избежать. И вот на «Степном Волке» в конце, собственно, на главном, на хит-лайне региона «Ленинград» и Шнур, Арсений под некий саунд-речитатив вдруг начал скандировать «Свободу Михаилу Ходорковскому!» «Свободу Михаилу Ходорковскому!» «Свободу Михаилу Ходорковскому!» Рядом стоит Шнур, он смотрит на него, и так просто машинально продолжает играть, и ее лицо меняет свет просто, почему-то. А Шнур-то его и засадил, как вы знаете. Здравствуйте, Олег Козырев. Мне кажется, что в политике сегодня тоже все... Ну, я блогер, вот поэтому снимаю. В политике все разделились на попсу и рок, на мой взгляд. Ну, например, сегодня здесь присутствует рок, так или иначе, политический. Я в ваших высказываниях часто вижу неуважение к политикам, почти всем. Что я хочу спросить. Все-таки есть политики сегодня, которые, можно там у них разное прошлое или настоящее, но все-таки они там, ну, например, выходят на триумфального, искажаются 15 суток. Например, там, Минцов, Лимонов там, но все-таки Каспаров. То есть люди как-то разделяются на попсу и рок. Вы совсем отрезаете, ну, их, ну, не знаю, вы принимаете их, готовы там, ну, например, ступиться за них, когда их необоснованно сажают в тюрьму. Вот ваше мнение о таких политиках, пожалуйста. Вы знаете, что если кого необоснованно, то я всегда ступаюсь. Потому что, ну, в общем, чувство справедливости, может быть, даже слегка обостренной формы, у меня присутствует. Я в свое время из-за гоносексуалистов ступался, когда там были статьи в Советском Союзе по поводу того, что замужеложество в тюрьму надо схожать. Я считаю, что это личное дело каждого. И мы там, я помню, что это ребятами, там, типа группы Аукцион, они были такие, ге-активисты, там, Володь Ветелкин, тоже там стоял в каких-то пикетах, подписывал какие-то письма и так далее. Потому что я считал, что это что-то совершенно несправедливо. Вот. Точно так же, если, значит, заполито ложество, кого-нибудь там привлекут без должных на то оснований, я всегда готов ступиться. Но это вовсе не означает, что, вот, скажем, вытащит этого парня из 15 суток, и после этого, значит, я с ним возьмусь, и мы с шеренгой под знаменами куда-то пойдем. Моя проблема с российскими политиками стоит только в том, что они меня ни как люди, ни как, как бы сказать, деятели, они меня не убеждают. Есть хорошие ребята. С Борисом Немцовым мы дружим, просто по-человечески дружим. Вот. И иногда сидим там, выпиваем, разговариваем на разные темы, не обязательно даже политические. Есть еще некоторые наши политики, к которым я просто по-человечески отношусь к симпатии, там, скажем, Володя Рыжков, да. Ну, вот они меня стали, значит, каким-то образом привлекать к движению под названием Парнаш, да, я так понимаю, партии народной свободы. Но я решил узнать, что это такое. Зашел в интернет, обнаружил там некую переписку человека по фамилии то ли Милов, то ли Милов. Это очень интересно и там интересно. С какими-то там еще, я не помню с кем. После этого для меня тема партии народной свободы просто закрылась, потому что это просто какие-то истерические, хамские, непонятные люди, да. Вот. Ну, Лимонов отдельная история, не поклонник его, как писателя, абсолютно, что неинтересны писатели, которые всю жизнь пишут только про себя, любимого, больше вообще ни про что. Ни в состоянии историю даже придумать, или характер создать. Это скучно, на мой взгляд. Вот. То есть мне копаться в переживания Лимонова, там, каких угодно, политических, идеологических, сексуальных, великодержавных и так далее, ну, нет мне до этого дела вообще никакого. Значит, Каспаров, знакомый с Каспаровым, очень умный парень, но я его не видел уже тысячу лет, я даже не знаю, где он живет, в России, там, или где-нибудь еще. Вот. И, несомненно, умный, твердый парень его, как бы, его поступок, а именно то, что человек, имеющий миллионы, кучу возможностей для заработка, веселой жизни, там, хоть на Лазурном, там, хоть на Флоридском берегу и так далее, вместо этого, соответственно, влезает вот в нашу неприятную историю. Я считаю, что это очень сильный человеческий поступок. Вот. Больше ничего не могу сказать, поскольку не видел и не слышал Каспарова уже несколько лет. Ну вот, а что, а Михаил Касьянов, что это, Миша, 3%, да, то есть, ну, 2%, да, хоть полпроцента. Вот. Мне совершенно, мне совершенно это не симпатично. Был человек во власти, потом там, каким-то образом, в результате каких-то интриг и так далее, его от власти отодвинули. Вот. Он вполне сейчас мог бы быть там же, да. Ну, не сложилось, не сложилось. Опять же, это не мое дело. Вот. Нет, нет доверия вообще ни малейшего. Вот. Вот был бы у нас человек там хоть хоть в одну сотую часть Че Девары, да, стал бы с ним бы и пошел бы гуськом. Валер. Нет, Женя, Женя отличная, отличная, конечно, дама. То есть, я уже несколько раз говорил, что Черепов президент, вот. Ее бы я поддерживал. Артемий Тепк, предвыборная программа, так сказать. Она вольная. Да, кстати, именно вот, скажем, Женя, да, потому что она, конечно, она, конечно, политическое животное. То есть, ну, это я по-минскому перевожу, по-мире Келанимол, да. Но уж, скажем, все вот эти вот идеи насчет того, что Шевчука в президент. Вот это вредно, этого не надо. Шевчук хорош на своем месте, понимаете. Если бы Владимир Высоцкий стал генсеком ЦК КПСС, понимаете, из этого бы ничего хорошего не вышло. Шевчук должен быть Шевчуком, он должен быть поэтом, музыкантом, там, честью, совестью и так далее, а никак не функционером. А вот Женя, она функционер по природе, поэтому ей есть и самое место в Кремль, в Белый дом, там, хоть в Американке. Арсений, а есть такой же шок. Знаю всех проститутское место. Арсений Троицкий наш президент. Знаю всех проститутское место. Это откуда, откуда этот должен быть, когда он появился? Да я призвал. А он же призвал. А про себя? Мое место, на самом деле, гораздо ближе к месту Шевчука. Знаете, я, я даже, когда, то есть, я два раза в жизни работал на начальственных должностях. Сначала я был начальником музыкального вещания российского телевидения с 91 по 93 год, а потом я был главным редактором журнала Playboy. Я не мог справиться даже, даже там, потому что, потому что я плохой менеджер, я не могу людей встречать, я не умею интриговать, там, и прочее, и прочее. Мне вообще, мне не место в политическом этом корыте абсолютно. Вот, так что, я беру самотруд. Пожалуйста. Химчанин, алло, минуточку. Пожалуйста, задай вопрос. Много лет прошло со временем гибели известного певца Танкова. Вот, ваше мнение о нем, о его творчестве и о том, что связано с его гибелью. Насколько она была, так сказать, криминальна? С Игорем Тальковым я познакомился аккуратно, когда был начальником по музыке на российском телевидении. Надо сказать, что, поскольку Тальков был человек абсолютно не из рок-тусовки, был мне совершенно незнаком, вот, то никаких особых соображений от Талькова у меня не было. Вот, он пришел своим директором ко мне на телевидение, предложил снять его концерт. Вот, я говорю, давайте я песню послушаю. Я послушал песни, они мне очень понравились. Мне понравились песни, и мы сняли в Минске его большой концерт на стадионе в Минске, он потом был показан. Вот, всем, ну, давайте всем. Значит, кстати, скоро после этого, я не имею к этому никакого отношения, Игоря Талькова и убили. Значит, смерть его имеет стопроцентно такой, как называется, беспредельно криминальный характер, нет, не заказной, то есть, ну, это известная история, что поздорили они за пулицами с певицей, по-моему, Азизой, после чего бойфренд слэш, значит, директор Азизы, значит, применил огнестрельное оружие. И каким-то удивительным образом, ну, в принципе, у нас все может быть. А вот, как колобок ото всех ушел, и никакого наказания не понес, вот, это, естественно, вот, это, естественно, очень жаль. А вот это было бы уголовное дело по очень правильному поводу. У меня вопрос к вам как детям культура. Скажите, как вы относитесь к доказанию, что художник должен быть вголовным, и что, если знать вопрос, то есть, чувство отбирает и все будет не так в своей идее. Это первое, а второе, моя бабушка из Нижнего так дела очень просмотрен и дай что обучение. Какие большие бабушки тоже привет. А вы знаете, что все художники разные на самом деле. Есть художники, которые на самом деле особенно хороши, когда они голодные. А есть художники, которые, наоборот, лучше всего себя реализуют, если жизнь складывается вальяжно, комфортно и не отвлекает о мыслях о творчестве. есть художники, которые лучше всего пишут, играют, когда они под кайфом. Есть художники, которые, наоборот, вот они обязательно должны быть трезвыми. Поэтому по поводу сытого, голодного никаких универсальных рецептов тут нет и быть не может. По поводу отношений с властью тут история более понятная. В общем-то чаще всего бывает так, что если власть проявляет художнику повышенный интерес, в общем-то ничего хорошего из этого не получает. Конечно, можно там говорить обо всяких великих придворных композиторов 17-18 века, но времена тогда были другие, да и власть, я думаю, тогда была не такой назойливой, как теперь. Так что я думаю, что любой флирк с властью как минимум не дает художнику ничего. А насколько он может ему повредить, это уже зависит от конкретной ситуации.